всем привет опять вести со стройки мы сдали дом эксплуатацию как вы знаете и сейчас нам нужно пустить газ в дом для этого надо было выполнить кое-какие условия собрать документы что нам надо было сделать покрасить на улице трубу которую газовую они провели мы покрасили поставить две двери одна в жилое помещение которое находится вот она мы поставим напротив котельной и вторую дверь котельную точно такая же мы поставили двери собрала я документы там техпаспорт заключить надо было договор на обслуживание котла проверить вентканалы это все мы сделали купить шланг как оказалось у нас люба не очень трудно купить шланг три четверти на 80 сантиметров чтобы подключить газовую трубу вот эту котел купила на 60 там было написано на бумаге 60 80 ну 60 мне кажется маловато но другого я просто не нашла не знаю и метр но метр это будет просто вот тут будет висеть такая какая-то непонятная штука ну ладно так еще нужно было пожарные извещатели повесить на выделение дыма как он правильно называется не знаю вот он там вверху висит под него нужно было обязательно отдельно розетка вот розетки мы все поставили потому что надо вот эту штуку включить еще там какой-то щечек или что я точно не знаю нам поставят уже когда мы газ пустим и еще нужно вот такой пожарный извещатель повесить на уровне дыхательных путей это мы все сделаем муж приедет с рейса на этой неделе потому что в четверг следующий то девятое число 9 утра к нам приедут газовики подключать газ на кухне газ мы ставим заглушку потому что газовую плиту мы пока не ставим там есть нюансы так как мы не заезжаем у каждой газовой плиты есть срок службы раньше было десять лет он сейчас не знаю вроде бы 5 и через пять лет они придут например мне скажут меняйте а я купил эту газовую плиту и она у меня лежит так как я заезжать планирую только следующем году ближе к новому году мы купим кухню поставим вот тогда и сделаем пуск пока на кухне мы поставим заглушку вот такие новости пока на данный момент дальше видео расскажу покажу пустили нам газ или нет что продолжаем тему стройки газ вне 9 не опустили оказывается так как на момент проведения вот этой центральной трубы у меня был только фундамент дома они отрезали нас от этой трубы центральной газ к дому не поступает приехали эти газовики делать пуск открывают трубу а там газа нет давай искать лазить там по своим этим бумажкам и говорят мне у вас не пущен газ к дому вы отрезаны для того чтобы запустить газ вам нужно спаять трубу чтобы это сделать надо откопать огромный котлован два на два метра глубиной он тоже около двух метров получился найти разрыв это оказалось не так то просто потому что они не знали где был разрыв этой трубы заглушки где стояли мы нашли центральную трубу нашли кусочек трубы который идет к дому и по этой трубе стали копать нашли этот разрыв потом вокруг этого разрыва надо же котлован два на два стали давай все опять откапывать чтобы вы понимали все это началось с пятницы пятницу нам показали где копать 10 числа сегодня я записываю вам видео у нас вторник о это просто 15 число вот два дня мы копали вручную там наняли человека он нам выкопал котлован потом пошел дождь замыло это все дело дождем просто обрушилась земля все откапывались заново вчера было уже все готово сегодня приехали газовики которые именно паяют эту трубу они уже все сделали сейчас я еду проверять работу это все дело стоит 200 белорусских рублей около того мне сказали посчитают возьмите что пошло и потом точно сумму скажут около 200 рублей белорусский позвонила я мастеру который будет давать мне пуск он сказал что если у вас там все нормально пятницу после двух часов так что надеюсь в пятницу газ мне все таки пустят потому что я очень переживаю передают морозы а у нас теплые полы везде и эти теплые полы мы уже проверяли они залиты водой и если сейчас мороз просто кошмар какой-то когда я закончу все это я даже представить не могу но сейчас приеду покажу вам что там вырыли что там спаяли там кстати я оставила человека который должен закомать это все дело утрамбовать огромная яма дальше видео я вам ее покажу так что продолжение истории следует смотрите ролик дальше вот такой котлован выкопали вот там стоят две заглушки в этом месте будет происходить спайка ну а здесь уже мы просто все закапываем это все закончилось продолжаем загас газ подключили к дому газ пошел все отлично человек который у меня работает закопал котлован и так как и раньше видео вам говорила что газ на кухне пускать не будут потому что на плиту есть срок службы раз 10 лет ее надо обслуживать а то и менять смотря какая газовая плита но так как мне газовики сказали что если я сейчас поставлю заглушку через год буду ставить газовую плиту мне придется заново собирать весь пакет документов что я собирала подключение газа в год в дом и заново все оплачивать примерно такая же сумма поэтому посоветовавшись мужа решили тот год не откладывать так как мы решили заезжать к следующему новому году поэтому тут уже этот один год еду я короче заказываю плитой сельгорс сейчас беру сестру так как муж командировки и едем покупать дальше видео покажу что купила вот и ждем продолжение надеюсь все таки пятницу мне пустят газ в дом и я подключу отопление все будет продолжение смотрите дальше вот такую варочную панель я купила она была на акции черная пятница поэтому у вас хорошая скидка из причем по функциям и вообще внешний вид но мне очень понравилось видео со стройки и опять газ сегодня должны приехать уже сделать пуск вот я очень почему-то волнуюсь приехала их жду не знаю страшно даже представить быстрее бы они уже приехали а то мне как-то совсем уже не терпится две недели запускаю газ работа на полчаса ну что газ дом не пустили я довольно счастлива не передать вам как еще так как передать морозы я позвонила и очень-очень просила чтобы мне сегодня заполнили систему теплых полов и подключили отопление и люди спасибо им огромное пошли мне на уступки одни приедут в пять часов заполнить систему человек который пусть отопление вот это все приедет ко мне уже после своего рабочего дня где-то к девяти часам и все это сделает так что надеюсь все будет хорошо и спасибо им за то что они вот так откликнулись и пошли мне на уступки тепло быть уехали мастера запустили всю систему заполнили ее водой спустили везде воздух сейчас где-то пол девятого вечером не приедет человек который подключит сам котел покажет как им пользоваться как настраивать температуру и будет тепло подключаем отопление поздно уже 9 но мастер сказал сегодня все будет продолжаем историю с отоплением моем доме газа 9 часов вечером приехал человек который уже подключит непосредственно котел то бишь пустит тепло научит меня как что там настраивать как что делать потому что все на кнопочках еще на этом всему научиться но мне это очень радует потому что мороз передает минус 6 я очень переживала за то что у нас тут все перемерзнет так что я хочу вам дать такой совет не делайте наших ошибок внимательно все изучайте расспрашивайте не стесняйтесь не торопитесь потому что с бумагами очень много нюансов и про этот газ вот например мы не знали никто не знал даже наши газовики которые должны были по идее знать они не знали я даже не знаю как тут все успеть ничего не пропустить но это все очень сложно я сдаю дом вообще свет делала газ теперь это все тянется с апреля месяца это очень долго наверно самая такая нудная работа но хорошо что это все идет к своему логическому завершению и скоро на канале появится видео о том как у нас нашим таком пока еще сером доме идут ремонтные работы спасибо за просмотр всех люблю пока